Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событии 2 июля. В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев Фоморский открыл в заливе Петра Великого удобную бухту. Он предложил назвать ее «Золотой рог» и приказал основать в ней военный пост, который получил название «Владивосток». 20 июня, 2 июля 1860 года в бухту «Золотой рог» вошел военный корабль «Манджур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шифнер. На берег высадились три офицера и 37 солдат, которые начали строительство поста. В 1871 году российское правительство решило перенести во Владивосток главный порт России на Тихом океане из Николаевска на Амуре. Город стал стремительно развиваться, строились административные жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля. В 1872 году в бухте «Золотой рог» встали корабли сибирской военной флотилии. Появились крупные торговые компании, лесопильные и кирпичные заводы, мельница, пивоваренный завод. В гавань Владивостока заходили голландские, английские, американские, японские, немецкие суда. В 1880 году Владивосток официально получил статус города. В его территорию вошли также полуостров Муравьево-Амурского и остров Русский. В конце XIX века Владивосток уже был большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане. В советское время, начиная с 1958 года, Владивосток стал морской базой советского флота и в течение 30 лет был закрыт для посещения иностранцев. В 1959 году, после посещения США, во Владивосток прибыл Никита Хрущев. Находясь под впечатлением от визита в Америку, он решил сделать Владивосток городом лучшим, чем Сан-Франциско. В 1960-х во Владивостоке началось бурное жилищное строительство, которое стало сильнейшим импульсом в развитии города за весь советский период. 20 сентября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал указ об открытии Владивостока для посещения иностранными гражданами, и, начиная с нового 1992 года, Владивосток перестал быть закрытым городом. А в 2010 году ему было присвоено почетное звание город воинской славы. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.